Это русский космос. Здравствуйте. Зарубежные астрономы открыли астероид, который стремительно приближается к Земле. По их предположениям, столкновение может произойти уже в феврале 2013 года. То есть очередное столкновение, потому что если бы все предыдущие пророчества сбывались, то и новому астероиду, и всем известному апофису сталкиваться было бы уже не с чем. Регулярность таких сообщений выработала у обывателя иммунитет на страх, но не притупила бдительность тех, кто видит в этом реальную угрозу. У нас в студии доктор физико-математических наук, заведующий отделом космической астрометрии Института астрономии Российской Академии наук, заместителя руководителя экспертной рабочей группы по космическим угрозам Лидия Рыхлова. Лидия Васильевна, здравствуйте. Добрый день. Лидия Васильевна, ну как вы знаете, теперь астероидная опасность признана не только вашей рабочей группой, но и государственной властью. Вот на днях секретарь Совбеза России Николай Патрушев на международной встрече высоких представителей по безопасности в Санкт-Петербурге назвал защиту от угроз из космоса одной из главных мировых задач. Вот скажите, не опоздали ли мы и действительно ли все так тревожно, если даже государство к этому подключилось? Да, вот наконец-то государство стало обращать внимание на эту проблему. Проблеме это очень немного лет еще пока, лет 20 всего лишь. Потому что до этого мы знали и в школе учили, что есть Солнечная система, Солнце, планеты, ну малые планеты, поиск астероидов, главный поиск, и все. И тихо, спокойно никто не волновался. После того, как начались космические исследования внутри Солнечной системы, космические аппараты посетили некоторые астероиды, спутники планет добрались до комет. Выяснилось, что на всех планетах Солнечной системы, которые были обследованы, есть следы ударных воздействий. И эти ударные воздействия найдены были потом и на Земле. Сейчас на Земле около 180 больших астероидных кратеров. Кроме того, появились специализированные службы для наблюдений за малыми телами Солнечной системы. Эти специализированные службы постоянно сообщают о новых открытиях в Международный центр малых планет. И этот Международный центр малых планет дает сообщение о том, имеет ли этот астероид какую-то вероятность сблизиться с Землей, по крайней мере, или нет. Так что все сведения исходят от Международного центра. Он единый. Если обнаруживается, что какой-то астероид подозревается, что он будет сближаться с Землей, рассылаются телеграммами сообщения по всем обсерваториям, которые наблюдать умеют и могут, и телескопы у них есть, и просят подтверждения. Да, это вновь открытый астероид, его надо наблюдать, он какую-то опасность представляет. Пока все это находится в руках Международного центра малых планет. Получается, что к астероидам мы стали относиться так же серьезно, как, например, к терроризму, экстремизму. Бороться с этим злом надо всем миром, да? Именно так. Но силы одинаково понимают эту опасность. Именно так, потому что никто не знает, где упадет астероид и когда он упадет. Это все нужно наблюдать, это все нужно отслеживать. Это должна быть постоянная работа. При появлении вот этих вот специализированных служб больших телескопов, обзорных с диаметром объектива больше, чем 2 метра, не меньше, по крайней мере. Еще появились новые приемники излучения, которые позволяют определять движущийся объект просто в реальном времени. Мощные компьютеры, накопленные банки данных, где сразу видно, что это новый объект, он достоин того, чтобы его дальше продолжать наблюдать. Или это тот астероид, который уже много раз наблюдали, он не представляет никакой опасности. Мы просто теперь больше знаем. Когда мы об этом ничего не знали, тогда мы не знали, что существует астероидная опасность. А она действительно глобальная проблема, то, что касается абсолютно всех, нас в том числе. Ну вот Патрушев сказал, что в ближайшее время, в общем-то, астероидная опасность нам не угрожает, но она может возникнуть в ближайшей перспективе. Вот о каком периоде времени идет речь? Ну это трудно сказать. Вот действительно, на сегодня нам не угрожает. Мы знаем про Апофис, который вот в 29-м году пройдет на высоте геостационарной орбиты фактически. Там, где работает вся наша космическая индустрия, все эти гидрометеорологические, телекоммуникационные спутники. Все там, на этой геостационарной орбите. И, конечно, от него можно ожидать всяких неприятностей. Но в 29-м году он пройдет мимо Земли. Но это расстояние уже очень близко к тому, чтобы Земля оказала на него сильные гравитационные воздействия. А предсказать это сейчас невозможно. Поскольку этот астероид Апофис движется почти внутри орбиты Земли, во-первых, во-вторых, у него такой же период обращения почти как у Земли вокруг Солнца на несколько дней короче. Поэтому его очень трудно с Земли наблюдать. Он либо где-то позади Земли, его не видно, либо где-то за Солнцем его тоже не видно. Но вот в 19-м году, вот сейчас, начинается пора его видимости хорошей. И все астрономические обсерватории настроены на наблюдение этого астероида Апофиса. Это позволит сократить некую неопределенность, вот сегодня существующую, уточнить его орбиту и дать более точные предсказания на следующий 7-летний период его сближения с Землей. Стало быть, это будет в 1936 году. С помощью этого телескопа Александр Девяткин наблюдает за потенциально опасными для Земли объектами – кометами и астероидами. Вернее, телескоп сам в автоматическом режиме следит за целью, а астроном получает данные через интернет в любой точке планеты. Одно из открытий последних лет – астероид со сложным названием 2005YU55. Незваный пришелец диаметром 400 метров – самый большой из известных объектов, который грозит нашей планете в ближайшее десятилетие. Под его прицелом также Венера и Марс. Он периодически сближается на расстоянии, например, 100 тысяч километров с каждым из этих объектов. Его, так сказать, судьба, она будет, конечно, трагична. Либо он столкнется с Землей, возможно, с Венеры или Марс. В случае падения, например, на Землю, это будут катастрофические последствия. О том, как готовиться к встрече с космическими убийцами, говорили в эти дни и на высоком уровне. В Северную столицу съехались представители Советов безопасности 60 стран. От этих людей зависит многое. Если со стихийными бедствиями и террористами справляться вроде бы научились, то глобальные угрозы пока неотвратимы. По расчетам специалистов, столкновение Земли с астероидом диаметром нескольких сот метров приведет к крупным региональным разрушениям. А при диаметре падающего астероида свыше одного километра – глобальная экологическая катастрофия. От неожиданной бомбардировки инопланетными телами не застрахован никто. Астероид Апофис, о котором сегодня так много говорят, может столкнуться с Землей как в районе Тихого океана, так и на территории Сибири. Упади он в океан, Японию просто смоет гигантским цунами. Мы должны понимать, как эту опасность устранить. И готовиться должны к этому заранее. Варианты устранения, они существуют, они реальны. Если поработать над их совершенствованием, и тем более в международном масштабе, это не будет ненакладно для какой-то одной страны. Сегодня каждая страна один на один с угрозой. И пока инструменты предупреждения только в разработке. Беда может случиться когда угодно. Астрономы знают лишь об одном проценте потенциально опасных объектов. Метеорит вроде Тунгусского может появиться в любой момент. Скажем, за месяц, если мы выясним, что объект будет размером 100 метров, столкнется с Землей, мы ничего не успеем сделать, по-видимому. Скажем, за несколько месяцев, наверное, можно будет. Да и то при готовности соответствующей инфраструктуры, космических средств, ракеты. Разрушить кинетическим ударом или ядерным взрывом, покрасить астероид светлой краской, чтобы под действием солнечных лучей он изменил траекторию, посадить космический аппарат на опасное тело и двигателями отклонить его от Земли. Варианты противодействия космическим террористам есть. Главная проблема, как и в борьбе с террором земным, как можно раньше узнать об угрозе. Все-таки, насколько успешно взаимодействуют страны в этом вопросе? Для того, чтобы успешно взаимодействовать, нужно соблюдать некую паритет. Только так можно строить вот эту вот самую международную службу наблюдений за опасными астероидами. То есть сейчас все работают автономно? Это вот автономно работаем только мы. У нас пока нет таких вот телескопов, которые могли бы соперничать с телескопами, которые есть в десятках стран. У них довольно много этих служб, порядка десяти только в Соединенных Штатах. Австралия, Италия, Швеция, Германия, естественно, Франция обладают большими телескопами, которые могут регулярно работать в режиме службы. В Советском Союзе телескопов было достаточно много. Все они остались за пределами Российской Федерации. В то время искали места для установки телескопов в горах с хорошим астроклиматом, чтобы повысить проницающую способность телескопов. Точно так же нам от Украины достался один телескоп на Терсколе, который оказался на территории Российской Федерации. Но у него довольно узкое поле зрения. Он не был предназначен для обнаружения, для полного обзора неба. Он хорошо отслеживает уже найденный астероид. Когда в режиме мониторинга отслеживается объект, это значит, что он достоин того, чтобы им заниматься, что у него есть опасность или сблизиться с Землей, ну или столкнуться. Если вот сейчас открыть интернет и написать просто два слова «опасные астероиды», выпадет там десятка-два астероидов, которые на сегодняшний момент считаются опасными. Сейчас существует несколько таких астероидов, в том числе в 2013 году еще предполагается один, который называется AG-15, открыт вот он только недавно был. Открывают-то их регулярно, поэтому сказать о том, что вот не будет, этого невозможно. А насколько точно можно предсказать траекторию полета астероида? Для того, чтобы ее предсказать, и нужно не только обнаружить, но еще и продолжительное количество времени пронаблюдать, чтобы уточнить его орбиту. И есть такая теория, что все падения, которые были на Землю, они происходили после неоднократных сближений сначала с планетой. Сближается из-за влияния планеты, меняется его траектория. И вот один из возможных вариантов потом, в дальнейшем, возможные падения. Так что сейчас трудно сказать. Но таких астероидов, которые могут сблизиться с Землей, открывают, ну не каждый день, но каждый год несколько раз. Огромную часть космических объектов, которые стремятся к Земле, нельзя увидеть в современные телескопы. Метеорные потоки идут от Солнца и не видны в оптическом диапазоне. Возможно, именно из такого потока выделился Тунгусский метеорит, упавший на Землю в 1908 году. Тело диаметром всего 50 метров за счет скорости оказалось мощнее водородной бомбы. Упади метеорит на 7 минут раньше, Санкт-Петербург был бы стерт с лица Земли. Падение тел из космоса пока обходится без человеческих жертв. Поэтому у человечества еще есть шанс лучше изучить этих незваных пришельцев. В 2036 году Землю ждет встреча с 400-метровым астероидом Апофис. На базе ЦУПа в подмосковном Королеве запущена автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном пространстве. Ни одна страна в одиночку вряд ли сможет справиться с такой крупной, серьезной задачей, поскольку каждая страна ограничена какой-то территорией, то, естественно, глобального наблюдения только с территории одной страны как бы не получается. Да и вообще достаточно дорогая, сложная и теоретически, и практически эта задача, плюс финансово емкая. Сегодня в России при Совете Академии наук образована экспертная рабочая группа по космическим угрозам. В ней видны ученые, представители Роскосмоса, Росатома, МЧС и Минобороны. В планах создание единого информационно-аналитического центра по противодействию угрозам из космоса, для того, чтобы выработать алгоритм анализа опасности и реагирования на нее. Мы должны думать и о том, что в будущем возможны встречи планеты нашей с другими космическими телами, метеоритами, кометами и так далее. Сейчас этой проблемы нет, но она может возникнуть через десятилетия. Для того, чтобы создать для Земли прочную защиту от такого рода неприятных, так сказать, не случайных знакомств, конечно, надо закладывать основу для международного сотрудничества уже сейчас. Одно из самых мощных средств контроля за космическим пространством российский оптико-электронный комплекс «Окно» в Таджикистане распознает орбиты потенциально опасных астероидов на высоте от 2 до 40 тысяч километров. Обсерватории в Пулкове, Звенигороде, Семейзе и на пике Тирскул наблюдают за опасными метеоритами уже не один десяток лет. Однако, чтобы встретить угрозу из космоса во всеоружии, этого недостаточно. Необходимы более мощные телескопы и глобальные системы обмена данными между странами и ведомствами. Угроза из космоса — не проблема отдельного государства, а вопрос выживания всей планеты. Какого диаметра надо начинать бояться уже? Скажем так, в 1995 году американцы обратили внимание на эту опасность. И они объявили, что с 1995 года финансируют некую программу десятилетнюю, то есть до 2005 года, и ставят задачу перед теми телескопами, о которых я говорила, за 10 лет обнаружить все астероиды главного пояса диаметром больше одного километра. И эта задача была выполнена. И сейчас считается, что астероиды больше одного километра, они все почти открыты, во-первых, изучены, во-вторых, с точки зрения их орбитальных движений. И они опасности не представляют. Открыты они, правда, еще не все, но почти все. Ну, там 90 с чем-то процентов. Но в процессе выполнения этой работы было открыто огромное количество астероидов размером меньше одного километра. Километровый астероид представляет собой глобальную опасность для Земли. Вот сейчас глобальный нам не грозит. А региональная опасность начинается с размера астероида около 140-150 метров и больше, до километра. Но поскольку Земля сейчас насыщена всевозможными высокотехнологичными объектами, плотины, гидрозлы, атомные станции, в зависимости от того, куда это упадет, последствия могут быть очень разные. Поэтому важно наблюдать вот такие теперь астероиды, которые имеют диаметр от 140 и больше. И вот на следующее десятилетие американцы же, НАСА, поставили другую задачу открывать вот эти вот опасные астероиды диаметром больше 140 метров. Вот и мы теперь подключаемся к этой работе. Лидия Васильевна, а как Вы считаете, вообще можно подготовиться к отражению астероидной опасности? Насколько технологический уровень нашей цивилизации готов к этому? — Естественно, об этом заговорили сразу же, как только началась эта эпопея. И заговорили в первую очередь люди, которые связаны были, ну, скажем, с какими-то ядерными разработками. Потому что им казалось вот в 90-х еще годах, что очень много накопилось у нас ракет, ракеты нам не очень нужны, ядерных запасов у нас уйма. И вот давайте мы в эти ракеты, да эти запасы, да и запустим. — В мирных целях, да. Потом выяснилось, что вообще-то это не так просто. Во-первых, не так много ракет. Во-вторых, надо определить тот астероид, который нам реально угрожает. То есть, опять же, мы возвращаемся к проблеме обнаружения и мониторинга. После этого надо выяснить, какая степень опасности и выбрать, соответственно, метод противодействия. А только потом доставить средство противодействия именно к тому астероиду, который представляет эту опасность. Вот такая последовательность. Ну вот если обнаружение, мониторинг у нас еще как-то так есть, то вот с этими проблемами пока совсем еще плохо. И потом вот под перешним запасом ракет, носителей, не так уж много ракет, носителей, которые могли бы некий груз доставить куда-то за миллионы километров к летящему со скоростями ужасными астероиду, попасть в него, груз этот разместить, взорвать или что-то там с ним сделать. Количественных оценок для таких технологий пока нет. Ну и, как говорят, в ближайшие десятилетия не предвидится. Так что с ядерным взрывом пока повременить придется. Есть две возможности. Скажем так, разрушить астероид, раздробить его на какие-то мелкие части. Это грозит нам небесным камнепадом. Да, если он достаточно будет мелким, мы будем наблюдать звездные дожди, и ничего больше плохого не будет. Если же какие-то все-таки крупные тела останутся, то могут быть еще и большие осколки. Но это все пока разговор. Другой вариант – это изменение траектории его орбиты. Но это тоже пока еще численно не обсчитано, численно не сказано, что это вот сию минуту возможно. Разница между этими двумя подходами зависит от времени упреждения. Если, допустим, летящую комету там можно за год обнаружить, опасность астероид не менее чем полгода. За полгода разве можно что-то сделать? Ну, если быть готовым к этому, то можно запустить, там долететь. Все это можно. Но пока, я говорю, это только разговоры. Потому что, я говорю, численных оценок нормальных специалистов по всем этим проблемам пока не дано. А главное, что еще и взрывы-то запрещены международными соглашениями в космосе. Ну, кинетически, допустим, подрыв какой-то возможен. Но это тоже, значит, надо загрузить ракету, ракету направить туда, куда надо, попытаться встретиться с астероидом, который летит со скоростями от 18 до 70 километров в секунду и попытаться на него как-то сесть или этот заряд там оставить и взорвать. Все это, конечно, пока еще для фильмов. Столкновение Земли с астероидами возможно. Причем, как считают ученые, случиться это может в самом ближайшем будущем. Наш самый вероятный противник — астероид Апофис. В 2029 году это тело диаметром почти 400 метров пройдет в опасной близости от Земли. Если Апофис не изменит свою орбиту, то уже на следующем витке, в 2036, он столкнется с Землей. Как защитить нашу хрупкую планету? Об этом думают многие российские ученые. Большинство людей знают, что 65 миллионов лет назад упал астероид размером 10-15 километров в поперечнике, после чего была глобальная катастрофа. Главную опасность представляет не гигант вроде Апофиса, а их собратья гораздо меньшего размера — от 50 до 100 метров. Обнаружена 1,04 доля от того, что нам может угрожать, так? И в этой 1,04 один астероид есть. Может, сейчас он летит уже, но мы не знаем об этом. Среди возможных сценариев защиты — изменение орбиты астероида с помощью направленного взрыва. Можно, например, послать космический аппарат, установить двигатель какой-то на этом астероиде, который отклонит его орбиту. Российские ученые предлагают использовать для этого наши ракеты-носители. Например, ракетно-космический комплекс «Зенит». Первоначальная же задача — создать систему раннего реагирования, участвовать в которой должно все человечество. Эшелон оперативного реагирования, который мы предлагаем создать, он обошелся бы в несколько миллиардов долларов в течение 5-7 лет. То есть в год это получается миллионов 600. 600 миллионов, опять же, не Россия должна это тратить, и даже не Америка, а это должно человечество скинуться. А 600 миллионов — что значит для человека? Это 10 центов для каждого жителя Земли. В таком случае страховка от угрозы из космоса для каждого жителя России составит около 3 рублей. Конечно же, при условии, что так же поступят и все остальные жители планеты Земля. Как вы все-таки считаете, как рекомендуете нам, простым обывателям, относиться к таким сообщениям об астероидной опасности? Может быть, вообще смысл всех вот этих вот страшилок в том и заключается, чтобы мы перестали их бояться? Я считаю, что смысл в этом есть, потому что все-таки надо быть к чему-то готовым. Ведь падают же метеориты, падают, об этом все знают. Куски их находят, продают, перекупают. На моей памяти, по-моему, в 2008 году около Ашхабада буквально на хлопковое поле упал метеорит. Ну вот представьте себе, средь пела дня народ работает на хлопковом поле. Треск, грохот, вообще, как писали они потом, как будто атомная война началась. Невозможно, все перепугались. Упал камень, от которого 800 килограмм вот сейчас у них в музее находится, а остальное так помелче растащили. Ну вот 800 килограмм, это много и мало, страшно, не страшно. Ну падают же, падают. Но нужно как-то быть к этому готовым. Для этого нужны хотя бы минимальные государственные интересы. Может быть, минимальные финансирования. И нам вот для России нужны были бы два, мы уже посчитали это, два, по крайней мере, обзорных телескопа, широкоугольных, так, чтобы можно было делать действительно обзоры. И на паритетных началах встревать вот в эти международные службы. Тогда будет обмен и будет все. Сейчас мы ждем и никакой другой информации, кроме вот как из Америки, мы не имеем. Ну и, конечно, уж на самый такой хороший случай, необходим был бы еще один хотя бы космический какой-то аппарат для этих целей. Все это вот сейчас оформлено было в такую комплексную программу под названием «Создание российской системы противодействия космическим угрозам». Все это было доложено и в ЦНИМАШ, и в Роскосмосе, и в Академии наук. И все говорят, да, 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 все хорошо, хорошо, давайте еще работайте. Мы продолжаем работать. Про деньги пока не говорят. А нам нужны два хороших обзорных телескопа. Мы просчитали. Всего-навсего. Всего-навсего, да. И мы даже знаем, где место для них уже, где их установить можно. И мы просчитали стоимость. И, в общем-то, все это не так уж дорого, как мне кажется. Потому что с учетом космического базиса, с учетом телескопов наземных, с учетом создания информационного центра, с учетом регуляризации работы существующих мелких телескопов, с учетом всего этого мы насчитали, за 10 лет нам потребовалось бы 58 миллиардов рублей. Это копейки для государств. Мы посмотрим, что получится. Да вот еще Патрушев сказал, тоже хорошо сказал. Мы будем надеяться на лучшее. Лидия Васильевна, спасибо, что были сегодня у нас в гостях. Большое спасибо за интервью. Спасибо. У нас в студии была доктор физико-математических наук, зав. отделом космической астрометрии Института астрономии РАН, заместитель руководителя экспертной рабочей группы по космическим угрозам Лидия Рыхлова. Вы смотрели программу «Русский космос». Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова